Повышение акциза на бензин в Казахстане одна из самых обсуждаемых тем не только среди автомобилистов, которые переживают за подорожание самого бензина, но и тех, кто в чистом виде топлива не покупает. И хотя акциз это косвенный налог, который налагается на товары массового потребления в момент производства, он фактически включается в цену товара, то есть оплачивается потребителям. Казахстанцы опасаются, что с увеличением стоимости бензина повысятся и цены на товары, которые поставляются в разные регионы грузовыми перевозками. А таких в Казахстане немало. Очередное повышение цен на бензин существенно ударит по карману автолюбителей. Да, собственно, не только автолюбителей. Это логично потянет за собой цепочку удорожания абсолютно всех продуктов, услуг и так далее. К сожалению, правительство нам не рассказывает о том, какие причины для этого существуют, объективные причины, за исключением одной, что необходимо сравнивать цены с нашими соседями, то есть с Россией, потому что там дороже. Россияне начали ездить в Казахстан за дешевым бензином еще летом. Впрочем, не только россияне. То, что бензин в нашей стране стоит намного дешевле, тогда же поняли и жители Узбекистана. К примеру, в Актюбинскую область автолюбители из соседних государств наведывались частенько. Наполовину дешевле. Конечно, конечно, ощутимо. Конечно, и неправильно. Здесь-то и бензин абсолютно одинаковый по езде, по расходу, никакой разницы. Из-за этого я и сейчас жду, чтобы мне заправиться, дальше ехать. 7800 на 100. 7800. Мы вчера заезжали. Вчера заезжали. Из-за этого большинство в Узбекистане 99% в Синаметане есть. Пропан тоже дорогой. Впрочем, повысить акциз на бензин решили не в тот момент, когда вывозить казахстанское топливо за рубеж только начали, а намерены сделать это со следующего года. Дешевизна топлива в Казахстане по сравнению с бензином в соседних странах только одна из причин, по которой, как считают в правительстве, стоит поднимать акциз. Другая кроется в увеличении расходов на социальные нужды граждан, на которые уходит 45% республиканского бюджета. Увеличение цен на бензин позволит дополнительно собрать в бюджет 56 миллиардов тенге. Все эти деньги пойдут на социальную сферу, то есть это на увеличение медицинской помощи, на адресную социальную помощь, на улучшение бесперебойного отопительного сезона, ну и на другие неотложные нужды. Дефицита бензина в стране нет. Даже наоборот, в сравнении с прошлым годом, объем производства таких продуктов нефтепереработки, как бензин, в том числе и авиационный и дизельное топливо, за последний год увеличился на 12,9% и 8,8% соответственно. Средние розничные цены на бензин за год снизились на 4%. Цена 1 литра бензина АИ-92 уменьшилась на 5,4%. Бензин марок АИ-95 и АИ-96 подешевел на 3,7%. Меньше всего снизилась цена бензина марки АИ-98 всего на 2,6%. Достаточное количество топлива в стране спровоцировало снижение цен, которые в начале следующего года могут вновь повыситься. Но, как говорят представители Министерства национальной экономики, это уже будет зависеть от участников самого рынка, то есть непосредственно от тех, кто продает топливо. Мы это не решаем. Рынок решает. В связи с акцизом может и подорожать. Сейчас акциз на бензин составляет 8 тенге за литр. По нашим подсчетам повысится на 10 тенге. То есть будет 18 тенге за литр. Этот акциз касается оптово-розничной продажи. Данное действие предусмотрено в связи с экономической ситуацией в стране. Объяснение, что повышение акциза продиктовано экономической ситуацией в стране, многим казахстанцам могут показаться непонятными. До сих пор покрыто мраком ценообразование, то есть с чего складываются цены на бензин. То есть никто из чиновников не считает нужным и возможным доступно объяснить на обычном гражданском языке, с чего складываются цены на бензин. Мы считаем и мы уже подготавливаем проект вопросов в мажорист парламента Республики Казахстан, в правительство Республики Казахстан, в администрацию президента о том, чтобы данная деятельность была прозрачна, чтобы все граждане, в частности водители, кому это интересно, естественно, могли увидеть в открытом доступе, зайти и посмотреть, как образуются вот эти вот цены. Впрочем, если многие казахстанцы в повышении акциза на бензин видят потенциальное повышение роста цен как на само топливо, так и на товары, в стоимость которых входит грузовая автомобильная перевозка, то правительство находит в этом возможность пополнения казны, из которой выделяются деньги на социальные нужды общества.